Патриотическое правосудие 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 нашего соседа, так сказать, я не знаю, где нужно жить, чтобы об этом не знать. И по глупости это, опять же, это насколько нужно быть глупым, чтобы сейчас в наше время надевать запрещенную символику на себя и расхаживать по улице еще и Одессе. Хорошо, а вот момент самой экзекуции, плюс ее заснятие на видео и потом размещение в соцсетях в Ютубе, как думаешь, это воспитательная такая мера или просто, опять же, желание набрать лайки, какая-то бравада? Ну, все-таки я думаю, это чтобы другим было неповадно, как говорится, чтобы не пробуждались сепаратистские настроения в городе и те люди, которые сейчас пытаются хоть немного прикрыться ширмой того, что они якобы любят нашу страну и не пропагандируют ни в коем случае захват ее другой страной, не воспрянули духом, скажем так, и не решили, что им все дозволено, и у нас не начались те события, которые сейчас происходят в других уголках Украины, к большому сожалению. Ну, разбавить наши домыслы нам поможет наш гость в студии. Здравствуйте, сегодня у нас Александр Виньский, замглава организации «Свобода», поможет поговорить на эту тему. Витаю вас. Наверняка видели это видео. Так, вбачу, вбачу. Как вы расцениваете, что это? Это глупость человеческая или это провокация сознательная? Я думаю, что его глупость связана так же с життем оппозиции. Я думаю, что он поддерживает все сильные, радянские, коммунистические, поэтому он решил не догнуть эту футболку. В конце концов, она у него где-то появилась, он же не на улице и сошел. Но, безумовно, это была глупость, за что он не поплатился. Действительно, все было настолько ужасно, действительно ли его и сбили, так как об этом сообщают нам источники? Нет, его не побили, там трохи до него застосовали физическую силу. Особенно я бы ее квалифицировал не как побитие, а как просто такое гражданское затримание с метою для того, чтобы забегать злочину. Потому что, на самом деле, носение таких футболок – это злочин. Он предназначен в статье 436 с приметкой 1 в Криминальном кодексе. И эта человеку еще очень счастлива, потому что, если бы выкликали на приклад полиции, его просто посадили бы на 5 лет. Смотрите, но все-таки это компетенция действительно правоохранительных органов. Полиция, СБУ, сепаратизмом как масштабным, так и так называемым… Мелкие проявления вот эти, да. Да, должны заниматься органы компетентные. Вот как вы считаете, не будут ли использовать подобные видео, подобные инфоповоды? Вот мы, допустим, просмотрели видео, вот вы говорите, что там его не сильно били. А кто-то видео даже не просмотрит, просто прочитает заголовок, что вот в Одессе избили за ношение там чего-то там. Не будут ли это использовать в информационной войне на другой стороне? Ну, я думаю, не будут, потому что им это невыгодно. Тем самым они лишь покажут, что в Украине, в Одессе, проукраинский настрой, которые они доминуют, и что, навіть, если просто людина одягаев выходит из дома, я не знаю, там, смятя, он пришел выбросить или что, просто выходит из дома, сразу… Просто какие-то просечные люди, которые проходили повс, сразу это видят, снимают с него и, скажем так, трохи застосовывают физическую силу. Значально, лучше, в таком случае, на мою думку, было бы его затримать, выкрикать полицию и чтобы его за это осадили. Вот такие ситуации, как вы считаете, они не раскачивают ситуацию вот в самом одесском обществе? Они как-то укрепляют больше патриотический дух или они, наоборот, на какое-то беспокойство вселяют? Не, вважаю, наоборот, они не расхитывают, они, наоборот, смятывают проукраинскую ситуацию, проукраинскую риторику, проукраинскую позицию в нашем месте. Как вы считаете, как нужно относиться вот такая популярная, достаточно болезненная и в то же время спорная тема касаемо артистов, которые выступают за границей, выступают в России, выступают в Крыму? Как нужно сейчас к ним относиться? Мы знаем, что недавно был концерт Астаховой, которая тоже в свое время выступала в аннексированном Крыму, и ее концерт пытались сорвать, однако в конечном итоге он все-таки состоялся. Стоит ли допускать таких артистов к нам? Или все-таки в творчество не должна мешаться политика? Ну, дивиться, безумовно, политика и мистерство не повязаны. Я не чувствовал, чтобы концерт пани Астаховой намагался кто-то зервать. Я вчера дізнався, что действительно он не отбылся, я особисто вважал, что он не отбылся, потому что в случае, если мы говорим о грамаде РФ, взагалі, о грамаде не Украины, скажем так, то тут все довольно ясно. Если они отбывали аннексованные территории, в частности Крыму, где была Астахова, то им должны накласти заборону на въезд, им должны заниматься Державная прикордонная служба и просто не пустить в нашу страну. Чому она это не сделала, это вопрос. Я был довольно сильно удивлен, когда дізнався, что они это не сделали, потому что, на самом деле, много уже артистов не смогли потрапить в нашу страну, потому что они отбывали Крым. Но это, если мы говорим о грамаде Украины. В случае грамаде Украины, которые ездят на концерт в Россию, в Российскую Федерацию, в Крым, на окупованой территории, принимают какие-то нагороды, принимают участь, в частности, в святах, посвященных Збройным силам РФ, как, например, Потап это делал. Тут уже вопрос. Я вимушен констатировать, что на сегодняшний день законных важных заборонить им выступать нема, потому что у нас недосканало законодательство. Всеукраинское объединение «Свобода» в особе 5 народных депутатов, которые у нас на сегодняшний день есть в Верховной Раде, подали соответствующий законопроект с метою, чтобы регулировать эту ситуацию. Там, если вкратце сказать, то те люди, которые не засудили российскую агрессию, грамаде Украины, которые ездят на окупованую территорию, выступать в Российской Федерации, они не имеют права выступать. Так же грамаде России, которые засудили российскую агрессию, которые поддерживают территориальную ценность Украины, как, например, Макаревич. Таким митцам, таким певцам будет возможность выступать, то есть для них скинуть нашим законопроектом будет позволено выступать. Ну, что касается выступлений, да, здесь все четко и понятно, как стоит относиться к этим людям. В принципе, опять же, мнения разделяются, но здесь есть закон, хотя бы это можно сказать. Есть другая ситуация, например, в финале телешоу «Голос краины» Рожден, он записал вирусное видео, песню под названием «Нет, спасибо», и юмористическая музыкальная насмешка стала вирусным видео для российской компании «Все майки.ру». Видео на своем канале на YouTube выставила одесская компания «Продакшн». Среди сценаристов клипа еще одна одесская участница телешоу «Голос краины» Ирина Гросу. Вот скажите, вот по сути дела работают для российских компаний. Это как расценивать? Ну, смотрите, я этот клип не видел, про то, о чем вы говорите, поэтому мне его тяжело коментовать, конечно, но я вважаю, что любая співпрация с Российской Федерацией, с ворогом, которая официально визнана, что Российская Федерация ворогом Украины, вона визнана державой агрессором, является аморальной. И это не пропустимо делать. Я говорю не только про митцов, я говорю про людей, которые просто идут на так называемые заработки туда работать, которые имеют какой-то бизнес. Я вважаю, что это, передусім, аморальный аспект. Конкретно по этому клипу, ну, мне нужно его побачить, чтобы более детально его прокомментировать. Ну, там нет, в принципе, никакой пророссийской деятельности в этом клипе. Сама суть в том, что украинский исполнитель работает и пишет, да, там, я вважаю, что это аморально, это непропустимо. Під час, когда каждый день кто-то гинет, и, на жаль, бывает, что и не одна людина в день, когда вот лишь несколько дней тому появились новые результаты расследования Ливайской трагедии, где уже за официальными визнанными данными Украины, близко 400 наших військовых загинули просто в один день. Это один-два дня загинуло 400 наших військовых, близко 300 потрапило в палон. И это лишь официальная статистика. Я спілкувался с людьми, которые выходили из этого оточения, и из их слов, это было значительно больше цифр. Так же были доброводчики батальоны, которые, на жаль, не встигли официально легализоваться на тот момент. И, я думаю, влада даже их не враховывает, как наши траты. И после этого человек, чтобы заработать деньги, я думаю, что они уже такие большие деньги, сотрудничает с сайтом «Краин-агрессор», я считаю, что это моральный момент, и это непрепустимо. Можливо, я даже не выключаю, что человек даже не задумывается про это, как, на жаль, много одесситов не задумывается, что у нас война идет сегодня, что это реально, это не где-то там в какой-то стране, а это сегодня. И так же это может быть через месяц уже и в Одессе. На жаль, много кто над это не задумывается. Можливо, это просто, ци люди сделали это по глупостям, которые записались так. То есть, не обязательно, что они враги Украины. Но про такие вещи, безусловно, нужно думать и рассчитывать в их будущем. Александр, хорошо, у нас уже есть сложившаяся ситуация. Вот дело сделано, клип записан, словно говоря, сотрудничество состоялось. Что делать? Подвергать исполнительным каким-то санкциям? Но он же прославляет наш город, он прославлял его по Украине, он также где-то работает, приносит в город какие-то деньги, какие-то инвестиции. Какие должны быть действия? Жесткий игнор его выступлений или порицание просто общественное в виде, не знаю, осуждений в Фейсбуке? Какие механизмы есть? Ну, я не погодился бы с вами, что он приносит какие-то инвестиции или какие-то гроши. Я навіть дуже сумніваюсь, что он сплатил податок своего генерара. Поэтому тут я с вами не могу погодиться. Споряду того, как дальше себя вести конкретно с этим артистом, ну, я думаю, нужно запитать его открытую позицию, что он думает про конфликт на Донбассе. Это братский народ, Россия, чем мы ведем в войну. И уже, соответственно, сего. Если он скажет, что он не подумал про это, что, когда записывал ему шкода, что так случилось, ну, это будет одна ситуация. Если он скажет, что это братский народ, что Одесса – русский город, это будет, естественно, иншая реакция. И появились официальные комментарии касаемо визита Ирины Астаховой в Одессу. Сейчас я их зачитаю. Держприкордонслужбой пояснили незаконный визит российской поэтессы в Одессу у Державной прикордонной службы Украины. Пояснили, почему на территории Украины пустили российскую поэтессу Ирину Астахову псевдоним Ахостахова. Незважаючи на відвідувание окупованого Росією Криму. В данном случае никакой попередней информации щодо цієї громадянки не было, сказав в коментаре Кримреалії спикер ДПСУ Олег Слободян. За его словами, украинские прикордонники самостоятельно собирали информацию про відвідувание иноземцями, в тому числі державными діячами РФ окупованого Криму в порушеннях законодавства України, бо дані надають інші відомства. Тобто, наскільки я розумію, вони не зафіксували її візиту до Криму. Ну, дивіться, я теж не дуже слідкував за ситуацією за Стахову, але, наскільки я читав, скажімо так, в Фейсбуці інших проукраїнських активістів, які, зокрема, освітили цю тему, вони прикладували безпосередньо її афіші з її виступів в Криму. Тож, якщо Державна прикордонна служба, після того, як викладувалися афіши з її виступів в Криму, каже, що її не було в Криму, я думаю, потрібно розпустити управління, яке займається цим питанням Державної прикордонній служби, бо воно профнепригодне просто. Тобто, ви вважаєте, що вони просто... Не вміють працювати. Чому вони так взагалі? Не вміють працювати? Або навмисто намагаються зробити? Я думаю, Стахова, вона не того рівня людина. Я, скажімо так, до цього скандалу ніколи про неї не чув. Тому вони думаю, що тут є якась корупсіна складова, чи щось таке. Я думаю, це просто непрофісіоналізм. Такий момент ще. Вот возникає в том же Фейсбук-сообществі дискусія доволі яркая. У нас в начало лето знаменовалось тем, що срвався ряд концертов патриотично настроеними організациями, ряд зв'язок не допустили к выступлению в нашому місті. Потім якось ця волна пошла на спад. Вот як би ви оцінили, почему це відбувалося? Тому що на всіх просто сил не напасешся? Или з другої сторони вже з'явились коментарії, що це були комерційні проєкти, хтось щось відрабатывав, а когось пропустили? Ну я не буду коментувати інформацію, хтось там щось відпрацьовував, чи була іскрена позиція, бо я цього не знаю. Я скажу так, що Всевикорівське об'єднання «Свобода» не приймало участь в цих подіях, тому не зірвало концерти, через те, що в нас є чітка позиція, що ці концерти є наслідком. Є наслідком поганого працювання нашого державного апарату, як ми тільки щось чули в випадку з Державної прокордонної служби. Є наслідком недосконалості нашого задання. І боротися з наслідком, ну як ви правильно сказали, просто сил на все дійсно не вистачить. Тому, саме тому, як я вже казав в ефірі, ми подали відповідний законопроект, щоб просто гарантовно вилішити цю питання, щоб не було ніякої екскалації насилля в суспільстві, і раз і назавжди вилішити це питання. Дякую, що нашли час і прийшли сьогодні к нам в гості. Я тут ще запросу. Я напомню, у нас в гостях був Александр Винницкий, замглава організації «Свобода». Ну а дальше у нас по плану мирові новини. Не переключайтесь. Небільшій анонс. Северна Корія відказалася наносити удар по американському острову Гуам. Тем временем ООН можуть ввести нові санкції против КНДР. Україна передала матеріал і расследовання о преступліях России в Україні і її причастності к киловайській трагедії. І появився перший тізер фільма «Киборги», розказуючий о защитниках Донецького аэропорта. Конечно, кроме цього, будуть і інтересні, актуальні новини, які подготовив наш колега Вадим Сечин. А сразу после мирових новостей ми вернемся в студию і будемо з моєю колегою Іриной Рогозіанською підводити итоги цього длинного і інформативно насыщеного дня. Не переключайтесь. Ну і ще хотілося б напомнить, що мирові новости виходять на седьмому телеканалі в 19.00, поэтому прямо сейчас, буквально через несколько минут, ви зможете увидеть їх на своїх екранах. Дякую за перегляд!